всем привет как у вас дела я работу закончила всего лишь на одну пошла на работу и сейчас мы едем за собачкой ну идем посмотрим потому что посмотреть какая из себя эта собачка короче нам два с половиной часа ехать на машине так что когда доеду туда я вам поснимаю видео какие они себя ладно всем чмоки а нам счастливого пути и по моему я сделала ошибку мы приехали мы потратили почти три часа приехали в то место но получается я когда начала звонить мне никто не ответил мне никто не не смс и никто не тоже никто 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 не как по-русски говорят не отвечал и лучше пока дозвонилась тот дает другой номер то даю другой номер короче и взял один короче вместо того объяснить нормально разговаривать он короче начал на меня орать начал говорить что это что не знаешь что мы субботу закрываем два часа я ему говорим как это я не мальчик сказал что у нас подождут короче начал на меня орать и я его короче послала я его послала короче он мне 3-4 раза звонил я взяла говорю что и он не говорит я тебе не продам не собаку короче ничего здесь по моему девочки что-то не то потому что он начал кричать на меня и сделал меня виноватым как будто я в чем-то виновата да я вот приехала заводчику а он на меня орет и говорит еще не знаешь наше время но если я договорилась там с мальчиком который отвечает который все сказал когда приехать что делать да и короче у меня сделал виноватым говорит шоу мы тебя ждали а ты не приехала я говорю как это ешь должна была приехать три 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 с половиной короче пол четвертого ну короче я ему потом он мне врачи не дает слова сказать и короче я ему сказала что нам надо ехать назад в арселону короче я его попросила чтоб он пришел я не знаю что будет дальше может даже будет какая-то ссора потому что я его послала и начал на меня короче там помпи качать что я не знаю кто я не знаю кто сначала мне говорите сейчас пущусь через две минуты потом говорит что через 20 минут приедет я думаю что он не приедет и здесь какая-то не знаю что я вам потом все расскажу потому что у меня голова очень разболелась это была первая последняя моя штучка что я по интернету нашла вот так приехала сюда так что в испании тоже но короче я думаю что я сегодня без собаки поеду потому что я у таких людей тоже не буду покупать собаку я просто жду специально посмотреть он приедет или нет и хотя бы посмотреть у них есть собаки или нет короче вот так тольки мои у меня голова развалилась от нервов все таки он пришел да и начал бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля я ему говорю задашь сказать слово говорю ты что радио глотнул что ли он говорит а чё ты меня типа послала я говорю а ты меня не слушаешь говорю ты довольно нормально с барселоны приехал два с половиной часа а вы тут мне говорите что закрыто или еще что то есть вы неправильно работаете то вы говорите нам не выгодно или нам неудобно чтобы приехали в субботу такое время ну короче он мне сказал что он мне не не будет короче продавать собаку я ему слову и продавай короче а потом пришел такой как будто ни в чем не бывало да такой я говорю это я тебя послала он говорит да да я говорю а ты что не даешь что в общем короче зашли короче он показал родителей собачек короче именно где находятся маленькие собачки туда нельзя было заходить потому что он специально ноги и мыл чем-то но не ноги а именно свои ботинки чем-то обрабатывал и зашел и мне как бы показывал короче но мы взяли мальчика да там еще был белый такой пушистый пушистый но его еще не дают короче на продажу он еще маленький короче мы взяли в общем сейчас я кофе выпью и мы пришли просто снимать деньги ночью нам спустил чуть-чуть потом вам покажу посмотрите все мы здесь дома все таки мы взяли собачку вот смотри какая собачка у нас тут лео охотится надо их знакомить тут и тут и ну а ну это снимай это посмотрим какой ну ну положи суд здесь вот начинка возле столько нервов столько ругались пока привезли только зашли домой смотрите смотрите лео хочет лео должен знакомиться среди осторожно же блеу не ударил лео лижет ой сейчас и марк подходит мальчики думают что это что за чудо вот вам и за тебя столько ехали ругались с ними не а вы посмотри на меня ты спиц спиц немецкий спиц немецкий спиц ему три месяца всего лишь ну пока коты реагировали хорошо имею ввиду что не было этих пшиканьях еще что-то не знакомиться особенно лео нюхает знакомиться вот и наша маленькая маленькая это мальчик мальчика выбрали он бедный тоже испуганный не знает куда попал боже я вам не могла снимать никакое видео там потому что там специально надо было ну тапочки куда-то ну не тапочки а ботинки и там чем-то смазать зайти он нам не разрешал он сам заходил и на выносил собачек в основном вот такого цвета были и белые еще не были в продаже потому что они были маленькими но посмотри сюда посмотрим какой ты красивый ну посмотри сюда не смотрит он бедный пока будет вот это посмотри боже ли и так смотрит те нравится нет моему сыну не нравится говорит что не нравится но посмотрите он полюбит вообще здесь водитель как ее морда найти яйте воля ну вот такая у нас овачка мы все имя не придумали да ну они хотя назвали какое-то имя смотрите смотрите знакомство лео лишь бы лео не ударил он испугается хотя бы приняли его ну такие дела для вас оставляю пойду отдыхать хотя бы кофе выпью потому что не могу ну вот посмотрим как лео лишь бы лео не цапнуло его он еще маленький испугается далее ладно до завтра я вам покажу что будет завтра 7 чмоки